всем привет это новый влог и новый шкаф в этом влоге я покажу как с максиму доделали прихожую стало много света много пространства еще одно зеркало однажды я мечтала хотя бы об одном потому что в полный рост квартире не было зеркала вот помимо того что у меня когда-то появилась это зеркало в полный рост у меня есть еще одно теперь который является дверкой от шкафа найти теперь чувствуешь себя как в примерочном магазине когда ты можешь с этой стороны на себя посмотреть с этой стороны на себя посмотреть тебя видно с двух сторон и в общем желаю приятного просмотра сейчас все покажу я сейчас фамилии смотрю все эти штучки хочу на комать что-нибудь прикупить такая картина мне понравилась мне кажется необычным прикольная возможно ее возьму еще всякий диффузор сейчас нужно посмотреть будет о ваза ваза мне тоже нужно построить свечки вот не так много выбора конечно один еще раз купили пока отключаюсь потом подключусь покажу если что-то возьму я уже дома сейчас покажу что купила итак первое это вот такие вот и чехольчик я не знаю сидушки на табуретке их нужно сейчас померить посмотреть подойдут или нет не такие плотные мягкие сейчас проверю все они подошли я так переживала что вдруг будут малые но нет сейчас присядем ну вот гораздо удобнее то второй год живем в квартире и еще не могла купить найти подходящие короче чехлы сидушки на табуретке дальше мне нужны новые досочки нашла только такую тоже чисто серенькая подходит под интерьер кухни потом вот такой контейнер сегодня прям такие находки то что давно искал наконец нашла это в холодильник нижний ящичек сбоку чтобы туда соусы различные ставить а то они постоянно когда заканчиваются вот эти пакетики падают я хочу чтобы было все аккуратненько поэтому вот такой вот можно сказать контейнер ящик я никс можно я дальше открою нам должен прийти комод я заказала вот такие вот органайзеры комод по цвету ничего такого не было вот это такой самый нейтральный нашла в принципе этих стенок не будет видно главное что внутри он чисто бежевый такой светло-бежевый я никто не дает мне обзорчик сделать нашла вот такую вот овощечистку искала именно такую не пластиковую нашла мне нужно для того чтобы овощи чистить мне как бы и ножом удобно я умею это я взяла для сыра или там для овощей знаете что вы так огурчик тоненько порезать завернуть сырок в общем тоже не было нашла купила и вот такую вот пасту решила взять попробовать и не знаю посмотрим это все у меня получилось на 1498 рублей в общем полторы тысячи в общем все все сюда влезло так как я и хотела теперь это не будет ничего между собой болтаться не будет падать тут у нас отживка с юга положить все прямо то что нужно потом когда эти соусы будут заканчиваться и будут пакеты которые знаете но уже все кто ручным боком складываешь они будут аккуратненько тут лежать это распаковку когда мы поставим комод буду налаживать систему хранения заодно все покажу на видео сейчас пасту уберу ванну Музыка у меня есть Это не он. Ты сказал 17.04? А, 594, да, он. Не, не уедет. Здравствуйте. Здравствуйте. Может, ему надо не 120, а хотя бы 150 скинуть? Снова идем, соридаем тренировку с утра. Жду, когда она выйдет. Время 9.20, 9.30, где-то так. Все, идем тренить. Ой, еще ручки так зажимают. Ставим лайк. Классно, после тренировки самое то. Макс сделал шурму с индейкой. Все, начинаем следить за питанием снова. Правильное питание. Редактор субтитров ею. Яник слёг на шурупы, и он всем сказал, что он практикует гостистояние. В общем, у меня получился вот такой вот рассыпчатый плов. Готовила в первый раз. Вообще вкусный. О, как мило! Это правда сердечко. Это Максим не сделал, только мороженку сердцем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Если честно, коридор стал гораздо больше, гораздо светлее, понятно, просторнее. Тут вот ещё будут большие белые рамки. Там будут наши фотографии. И вот этот угол, конечно, мой любимый, потому что у нас тут появился пуфик. Зелёный с золотым обрамлением, так скажем. И вот тут тоже зелёненькие веточки. Тут, тут и жёлтые лимоны. Вот. Ваза тоже, она была зеленоватым оттенком, с жёлтыми такими узорами. Но я её решила помыть. Вот тут вот покажу фотку, какая там была до. Но когда я её помыла, она стёрлась. Вообще, я очень рада, что мы решили сделать прихожий ремонт, продать эти все шкафы, которые тут были, когда мы покупали квартиру. Это была Икея, санкционка. Тут заказали обычный комод. Тут всё открывается. Там подобовь, много места, пуфик. Это, конечно, моя находка. Решила взять зелёный, чтобы, так сказать, освежало пространство. Это такие веточки. Я уже про них показывала, рассказывала. Мне очень нравится, что вазе вот эти вот жёлтые вкрапления, узоры жёлтой лимоны сочетаются вот с этим золотистым дном, так скажем, у пуфика. И что по поводу стены, скажу. Конечно, мы её делали несколько дней. Каждый кирпичик приклеивали отдельно. Вот тут вот всё вырезали. Тут вырезали, там вверху всё вырезали, для того, чтобы такая концепция у нас единая получилась. Сначала хотели заклеить просто какими-нибудь обоями, но решили сымпровизировать, побыть немного дизайнерами и сделали вот такую вот стену. Тут мы решили и изначально хотели, что сделаем просто такие вот крючки для одежды. На полку я закажу коробки какие-нибудь плетёные белые, потому что шкаф, который мы купили, он очень большой, очень вместительный, очень высокий. Конечно, не сравнится с тем, что было тут до этого. Мне, конечно, нравилась перегородка, которая тут была, но она была совсем неуместна. Шкаф, который был тут раньше, был огромным и не вместительным, поэтому у нас теперь вот такой вот большой белый шкаф, белая дверь, белый комод. Всё прекрасно между собой сочетается. Также мы поменяли, сделали новые плентуса. Мы, конечно, рады, что у меня теперь два зеркала, одно вообще высоченное. Ну и, конечно, не отнять тот факт, что пространства стало гораздо больше для однокомнатной квартиры. Это прям каждый сантиметр, можно сказать, на счету. Вот, такие у нас изменения. Сейчас я ещё прикреплю сюда фотки, как это всё получилось. Спасибо, что посмотрели этот влог. Такой он получался короткий, с уклоном на то, как мы сделали ремонт в прихожей. До встречи в следующем видео.